и всем доброго понедельника дорогие подписчики канала амбрэлла тэш инкорпорейд на связи сегодня с вами ваш альберт вестер и понедельник 21 июня а это значит что знаете знаете что значит это значит что у меня наконец-то и скоро начнется отпуск уже завтра будет отпуск 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 родимый мой отпуск реально наконец-таки можно насладиться красивым видом можно здесь нет нельзя водичка а тушь свежий душ что может быть лучше и использую по пол и постоянно не выключай воду красивый ряд вообще мне очень нравится вот здесь давайте мы здесь на и даже не знаю все не здесь побудем но что реально здесь очень красиво мне нравится не очень нравится здесь нет вообще вот эти визу хрустальные кабинет и прямо кроме красота и насчет даже думаю может потом когда закончил с зачиткой вот всей информации мы с вами знаете что сделаем мы попробуем расширить нашу базу конечно будет тоже в записи мы ее расширим до самых краев карт реально не интересно технические ресурсы здесь на это хватит я хочу посмотреть сожрет ли нас кто-нибудь если мы будем к примеру там базе реально вот прямо вот это вообще любопытно такие вот длинный коридор если будем делать орел краичек сладенький с лимончиком прекрасно 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 так наша там плавает что ж давайте же из продолжим изучать материал и обложим изучать Мочарядчики Так, что сегодня у нас будет Что сегодня мы будем с вами смотреть Эээ Технику мы всю изучили Ну, давайте, наверное Личные записи Больше сходства, чем различий Так, больше сходства, чем различий Я должен был думать, что Альтера Нужна найти способ Клипить Сэм Как я знала, что они будут делать для меня И когда они взяли Зино-Аркс Я пытался ее Она была стаборна Как и мне Сын, когда я был ребенком Я всегда хотела быть так разным От нее Скорее 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 Порядка Но Сэм не поддерживал Альтера Корпоративный зеленый тейп Как я Она просто Попробовала Сморить Изнутри Я думаю, что в конце Мы всегда хотели Такие вещи Ну, а теперь перевод Робин Это наша главная героиня Следовало догадаться Что Альтера найдет Способ Подрезать крылышки Сэм Как они точно сделали бы С моей Работой После покупки Ксеновокс Я пыталась Ее предупредить А она упрямилась Прямо как я С самого детства Пыталась быть похожей на нее Здорнее Быстрее Не такой Не такой Как Пайдевочка Но Сэм Терпела бюрократию Альтера Ничуть не более Моего Она лишь пыталась Изменить их Изнутри Думаю В конечном счете Мы всегда хотели Одного и того же Женщина В экзокостюме Это мысли О Маргарет Наверное Что это Проблема В экзокостюме Как я Нужно сказать В чем женщина И что она На этом планете Это не Виктория Она Поняла Стоит Драматичный Встреча Стоит Сверху Я думаю Она Вдет Вдет Но Сколько Она Следовала Мне Она Думала Чтобы Придеть От нее Или От нее Стоит Что В этом Фрозен Слышбог Она Протекти Если Она Вдет Вдет Она Она Наверное Словно О Алтерра Она Зачем Сам Модное Модное Место Для Отпуска Она Достаточно Хорошо Знала Местность Чтобы Выполнить Зрелищный Выход Прыжком С Утеса Значит Она Тут Уже Долго Но Как Давно Она За мной Следила Она Сказала Держаться Подальше От нее Или Вернее Ее Территории Что Она Может Защищать На Этой Промерзшей Планетке Если Только Она Не Расположилась Где-то Лагерем Хотя Она Знает Про Альтеру Встречала Леон Асэм Минералы В Изобилии Перевод Я Немного Переживала Прыгая В Неизученную Зону Но К счастью В этом Бионе В Избытке Минералов Которые Можно Превратить В Инструменты Да И Улучшения Не Хотелось Бы Повторения Византии 5 Когда Ксенаврок С Меня Высадили Там Практически Не Было Ресурсов Я Три Месяца Выживала На Подможном Корму С Одним Только Ножом КПК И Мотком Веревки Хотя Я Этим До сих пор Горожусь В своем Роде Слушайте Где Прямо С Маргарет Надо Байки Травить Реально Собраться Как Нибудь Престон Маргарет И Наш Робин И Вот Так Вот Просто Байки Говорят Ты Знаешь Ты Убила Гребаного Левиафана А я На Византии 5 Жила Только С Помощью Одного Плавать Жирать И Все У меня Ничего Не Было Один Подножный Корм Даже Этот Престон И То В шоке Наконец-то Сканирование Баттерия И Титаниум Теперь Сканер Каждый Зенобиолог Повторя Туэль Этот Планет У Фасцин Флора И Фауна И Я Не Смешу И Смешу Это Дает Аксес К Много Тулсет Я Смешу Аксес Тех Тех Смешу Блупренты Это Смешу И Смешу Смешу Не Не Смешу Я Не Смешу Но Не Смешу Распределить На Стоит Я Знаю Ты Смешу Я Буду Смешу Что Смешу Я Проверю Проверю Кстати Ребят Такие Записи Позволяют Оттачивать Ваш Английский То Слушайте И Читайте Параллельно Вот эти записи То есть Это для вас Поможет вам Ну Буквально Выучить Иностранный Язык То же Самое И С владельцами Английского Языка Вы можете Смотреть Как раз Такие Английскую Русскую Версию Этого Перевода И можете Понимать Его Ну Если будете Слушать Конечно Нашу Дорогую Робин Итак Ребят Перевод Кладешь Батарею Титан Достаешь Сканер Любимый Инструмент Любого Ксенобиолога Флоры Фауны На этой Планете Удивительные И я Жду Не дождусь Когда Начну Их Изучать Также Это Даст Мне Доступ К Широкому Набору Инструментов Полагаю Альтера Остановила Поставила После себя Технику Которую Можно Будет Сканировать На чертежи Так Будет Немножко Проще Так Будет Немножко Проще Исследовать И выживать Не волнуйся Сэм Я Не забыла Что пришла Сюда Ради Тебя Но Немного Исследований Походу Дела Не помешает Верно Я Знаю Что Ты Поступила Так Жа Я Узнаю Что С тобой Случилось Обещаю Но Она Погибла Жалко Ее Конечно Озорные Обезьяны У кое Каких Животных Здесь Весьма Загревущие Ручонки Не знаю Я Что К чему Решил Что Они Намеренно Охотиться За Вами Припасами Да Нет Морские Обезьяны Это Морские Цыгане Подарок Морского Цыгана Морские Обезьяны Сменили отношение Ко мне Они Просто Перестали Воровать Они Принесли Мне То Что Мне Было Нужно Возможно Стоит Пересмотреть Своё Отношение К ним Сигнал Бедствия Действительно Действительно Дефинитли Дефинитли Я поймала Что необходимо На сигнал Бедствия Я поймала Нечто Похоже На сигнал Бедствия Кто Или что Зовет На помощь Не похоже На человека Может быть Это остатки Технологии Архитекторов Коллега Сэм В своем сообщении Упомянула Что тут Есть Что-то Важное Даже Если Это крик Подражание От одного Из морских Существ Поумнее Это Ставит Крупной Находкой А если Этот сигнал Альтеры Он может Указать На то Что случилось Сэм Мне Определенно Стоит Его Отыскать Так Ну личных Записей Немного Это все На 10 минут Давайте Передем Журнал Сообщений Уже Полноценный И Наверное Изучим Сейчас Первые Два А может Давайте Давайте Чисто У нас Заметки Поэтому Давайте Сегодня Чисто Робин И Маргарет Личные Журналы Робин И Маргарет Я думаю Это нормально Будет И карты Карты Отдельно Давайте Послушаем Маргарет Мы ее Кстати Большую часть Слушали Часть Не Слушали Тебе Чисто Робин И Маргарет Я думаю Нормально Будет There Я 500 Метров Благо Сей Левел Чанкс Сей Бэйс Сей Сей Мы Подinch И Дев Она Дев Дев Отд fix Сей ЛС Дев Продолжение следует... 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 Это прям восхитительное. Журнал Margaret Mayday, номер 2. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, сейчас только глотнем водички. Vital signs stabilizing. А гнилое мясо начало твердеть и замерзать. Медленно и почти неощутимо женец начал терять половучесть. Мы тонули день за днем понемногу. Мое прибежище скоро должно было стать моей могилой. А я была во власти ветров в течении. Я потеряла надежду, но до тех пор, пока однажды в долине увидела стеку пингвинокрылов, водоплавающие птицы обычно означают близость к какой-либо суше. Мне повезло, ветры продолжали дуть. Спустя несколько часов я увидела благословенное зрелище. Нечто похожее на висящее над водой неподвижное облако. Суша. Я воспрянула духом, глядя, как приближалась земля. Жнец медленно тонул, но меня это больше не волновало. Когда жнец в конце концов ушел под воду, я была достаточно близко, чтобы не спеша доплыть до берега. Я припомнила, куда надо было плыть за чертом жнеца. Я не для этого три недели каталась сверху на этой чудище, пробила ей 50 глаз и чуть не утонула, чтобы потерять доказательство того, что я его прикончила. суша никогда не было приятнее даже в этом арктическом мать вашу аду я почему арктический от я люблю от холод если честно если не согласен это прекрасное место для обитания о на заставочку пойдешь вместе с маргарет костюм краб маргарет данный стандартный костюм краб 3 модели был вручную модифицирован владелицы путем замены одного из сменных манипуляторов на челюсть молодого элицерата учитывая диапазон доступных высокотехнологичных модификаций краба в незасекреченном наборе для изготовления альтеры эта модификация больше является стилистическим выбором нежели функциональным однако в оборонительной ситуации в руках опытного пилота острая рука когуть определенно может быть полезно также модифицированный костюм активно используется в течение многих лет судя по скоплениям рачков болянусов и пермоментно поврежденным секциям экзоскелета оценка владелец не хочет чтобы вы тут митишили владелец не хочет чтобы тут митишили ладно не будем лучше где охотилась хорошо маржа old girl мы хотим этого света зернефика такие скопления и так далее ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Следующий, Гроу Лайтс, который должен быть. Надо сказать, я очень рада, что я первый полный литвый литвый. Попал половину его к Престону. Этой Сноу Столкер будет ехать практически ничего. Всегда спит половину его. Еще одна вещь, которую мы имеем в виду. Слабборно-грустный мастер делает хороший компост. Ладно, старушка Мардж. Мы ненавидим эту теплицу. Так что запомни несколько пунктов, чтобы нам больше не пришлось переделывать худшую работу. Жаль, что голод нельзя просто поймать и заколоть. Итак, перво-наперво. Утепление. Первые несколько ночей почва была твердой, как камень. Но в итоге просто утеплило это чертовое место обезвоженными водорослями. Также помогло добавление тепловой массы. Тепла от бочек с водой. Наверное, стоило просто сожрать чертовые водоросли. Но нет, мое тело жаждет салата. Жаль, я не сделан из экс-костюма. Далее. Тепличные лампы обязательны. Должна признать, я горжусь своим первым полным урожаем салата. Скормила половину Престону. Этот снежный сталкер плотоядный, но жрет почти все. Хотя всегда выплевывает половину. Это у нас с ним тоже общее. Из липкой зеленой кашицы получается отличный компост. Маргарет Мэйд. Кстати, тоже пойдет на арт заставочку. Прям прекрасно смотрится. Маргарет Мэйда. Имя Маргарет Мэйда. Должность. Внешнатный сотрудник службы безопасности. Статус пропала. Ранее считалось погибшей. Последний контакт. Запись найдена в трудовом секторе на планете 4546B, в котором говорится, что ее убил Левиафан Женец. Ага, скорее наоборот. И это была самая большая ошибка Левиафана. Маркеры личности. Маргарет крайне недоверчива к представителям власти, особенно связанных с корпоративными структурами. История. А Маргарет известно немногое. Родилась и выросла в монгольских штатах. Периферийной корпоративной колонии, основанной ради добычи минеральных ресурсов. Ушла из дома в 16, переходила от одной наемной работы к другой. В конечном счете вступила в монгольские силы обороны и транссистемную федерацию. Имела хороший послужной список, прежде чем была с позором уволена из транссистемной федерации за отклонение от плана миссии. Подробности не ясны, но наши источники раскопали некоторые скудные детали. Маргарет руководила разведательной операцией. Мы не знаем точно, на что она наткнулась, но она за три дня бесшумно уничтожила весь местный персонал силовиков. Местные семьи не дают никакой дополнительной информации, они только сказали, что благодарят великий атеизм за свое спасение. Ее последняя миссия была на борту корабля Дегази, упавшего в дальнейшем на 45-46Б в качестве частного охранника против возможных пиратов и мародеров. Стоп! Дегази, он же сопровождал эту... Этот корабль из первой части, я забыл название его. Я забыл название первого корабля... Аврора, Аврора, понял. Дегази сопровождал Аврору, я помню. Я оставлю ее до сентября, там будет полегче нам с вами, поспокойнее. Потому что реально интересно же. Реально интересно. Простой дружеский разговор. Простой дружеский разговор. Простой дружеский герой. Я уже сентября и сташь это в кейс. Я могу взять и... Это ваш план? Вы не думаете это будет? Вы думаете это будет? Вы думаете это маленькое. Может быть, если вы полетеное об уничтожении бактерия, Аврора придетесь и увидите вашего способа. Но вы верите в себя или нет? Я думаю. Вы думаете? Вы думаете? Я не могу себе испытывать бактерии. Я не могу себе. Так, так, как вы думаете? Вы не можете об puzzковать или не быть? Я не могу. Так, кто-то правdio за это? Я. Я. Вы скажете, как-то такое, это значит. Я так. Я это сказал, как-то такое! Я так сказать! Не как-то вы тестировали до того, что-то прорубленная рег-транс-губкова! Я. Погналите! Я не знаю, что делать, это закрепить всю церковь. У меня есть только что-то. Я сделал это для пищи, но я бросил целый лесок, полгода до глубокого места. Вапорировал все пищи. Хорошо. И ты тоже можешь ударить в лаб, или нет смысла. В самом деле... Ты знаешь что? Дай мне осуществить этого. Это будет весело. Взять его и... И это твой план? Говорит Маргарет. Сэм. Думаешь, не сработает? Ты слишком мелко мыслишь. Словно достаточно вежливо объяснить, почему надо уничтожить бактерию, и Альтера передумает и согласится с тобою. Ты сама хотя бы веришь в это или нет? Думаю, да. Думаешь, да? Да ладно тебе, это угроза или нет? Угроза. С ней надо разобраться или нет? Ну надо. Ну так кто тут прав? Я? Скажи увереннее. Я права? Я сказала увереннее, а не так, будто ты даешь показания перед дурацким судом трансгосударства. Я права! Замечательно. Тогда то, что ты должна сделать, запечатать всю пещеру. И у меня есть как раз то, что нужно. Смотрит на остатки Левиафана. Думаю, для рыб... Думала ее для рыбалки, но она рванула так, что зашвырнула шельф в космос. Вся рыба испарилась. Ладненько. А еще я... Тебе надо ударить по лаборатории, иначе смысла не будет. А вообще знаешь что? Давай я этим займусь. Они по соседству тут шумят. Бесит меня. Будет только весело. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И это была история Маргарет. Робин и Маргарет, ребят. Сегодня мы пока что остановимся на этом. Но, наверное, еще пока посмотрим карты. Хотя, в принципе, это можно оставить на потом. Да, наверное, оставим это пока на потом. Надеюсь, ребят, вам понравилось сегодняшний небольшой эпизод в 30 минут. Но надеюсь да Поставьте лайк этому видео Подпишитесь на канал Подпишитесь на нашей группе Дискорде ВКонтакте На Девина Артис И ссылки в описании к этому видео Спасибо всем кто посмотрел Обязательно пишите комментарии Я их обязательно озвучу в следующих видеозаписях Всем до скорой встречи Всем пока-пока И поделитесь этим видео с друзьями Пусть тоже к нам подпишутся Чем нас больше тем веселее Всем до скорой встречи И всем пока Реально красота Только вы посмотрите